Сегодня я покажу, как создавать мех и волосы. Хотя сам процесс создания дело не хитрое, более важна правильная настройка параметров и материала шерсти. Сразу же рекомендую подписаться на канал, ведь здесь собрано множество полезных уроков, переходите в плейлисты и обучайтесь. Также не жадничайте и поставьте ролику лайк или напишите коммент в поддержку, ведь данная инфа действительно этого заслуживает. Начнем мы с вот такой модели мягкой игрушки. Она имеет уже настроенный материал, но было бы хорошо сделать ее более визуально интересней за счет меха. Кстати, на моей странице Boosty есть целый курс по созданию персонажей, который подойдет начинающим и любителям. В нем вы пройдете весь пайплайн разработки 3D модели. Все ссылки в описании, в том числе и ссылка на данную модель для практики. Сейчас я выбираю тело Body, перехожу в режим полигонов и начну выделять полигоны вот здесь под глазами. Потом вкладка Select и сделаем зеркало для выделения. Вот так. Ну а теперь осталось выделить вот эти полигоны под ртом. Опять вкладка Select и инвертируем выделение. Вот таким образом. После этого здесь же фиксируем. Нажимаем команду Store Selection. У нас был создан тег выделения. Вот он. И теперь по этому выделению мы будем создавать волосы. Идем в вкладку Simulate и добавляем Hair. Волосы слишком длинные. Давайте уменьшим их длину к 7 см. Это уже выглядит более-менее. В вкладке Hair я выставлю 8 сегментов. Этого будет более чем достаточно. И открываем свиток Cloning. Здесь выставляем 3 клона. То есть каждая ворсинка будет давать дополнительно еще 3 своих клона. Теперь я открываю материал. И здесь в настройках толщины выставлю корень Root 0,3 см. Тип, то есть кончики 0,1 см. Вот на рендере мы получаем такую картинку. Выглядит не совсем презентабельно. Я опять возвращаюсь в Material. Параметр Color. И подгружу сюда уже заготовленные текстуры, которые наложены на тело персонажа. Эту же текстуру я вот здесь нажимаю. Команда Copy Shader. И вставляю ту же текстуру в Roots. То есть в корни. Tips не трогаем. Tint также вставим текстуру. И вот здесь внизу у нас есть свиток Surface. Здесь обязательно нужно поставить галочку. Потом прижимаю Shift-R и рендерю. Вот что мы получаем на данном этапе работы. Давайте продолжать. Как видите, волосы лезут в глаза и рот. Давайте это изменим. Идем в вкладочку Simulate и открепляем вот эти инструменты. И еще нам нужно окошко симметрии. Вот оно здесь. Сразу же включаю симметрию для волос. Ищу здесь инструмент Cut, то есть ножницы. И обрезаю ворсинки вокруг глаз. И под глазами. Опять рендер. Не совсем хорошо, но сейчас мы все это поправим. Выбираю инструмент Brush, то есть расческа. И буду работать с типсами, то есть с кончиками. Это важно. Пришло время зачесать нашего персонажа. Укладываем волосы вокруг глаз. И вокруг рта. Сейчас зажимаю колесико мышки и увеличиваю размер кисти. И причешу всю шерсть на теле. Старайтесь сделать это все аккуратно, без фанатизма. Здесь на ушах уменьшу размер кисточки. И так же сделаю укладку. Теперь нижние конечности. Нам не нужно, чтобы здесь была елка. Потому укладываем шерсть вдоль конечности. Shift-R. Посмотрим, что мы получили. Вот это уже лучше. Но давайте опять перейдем в материал. И продолжим настройки. Здесь в Specular мы добавим также карту Альбедо. То есть карту цвета. И снова зарендерим. Specular стал менее ярким. Менее жестким. Копируем опять отсюда шейдер. И вставляем во вторичный цвет. Во вторичный цвет Specular. И саму силу я уменьшу к 14%. Опять рендер. Уже лучше по сравнению с предыдущим результатом. Посмотрим, что у нас сзади. Вроде бы хорошо. Но на этом мы не заканчиваем. Переходим в настройки материала. И я подгружу здесь параметр King и Clump. Здесь Count уменьшу к 10%. И сам параметр Clump. Допустим 93%. В настройках King я по сути ничего менять не буду. Давайте опять рендер. И смотрим, что у нас получается. Вот это уже хорошо. Создается иллюзия слипшейся такой шерсти. По сравнению с предыдущими результатами рендера. Это уже более реалистичная картинка. Здесь в Specular я еще уменьшу его интенсивность. Вот на рендере все уже более-менее. Так, теперь выбираю Tail, то есть хвост. Ctrl-A выделил все полигоны. И иду в вкладку Simulate и добавляю объект Hair. Сразу же нужно переименовать вот эти волосы, чтобы не заблудиться. После этого мы принимаемся настраивать волосы на самом хвосте. Сегменты уменьшим. Здесь в клонинге выставим всего два клона. Этого будет достаточно. И Guides настроим длину. Тоже 7 сантиметров. Пришло время также расчесать. То есть сделать укладку для шерсти на хвосте. Вот так, аккуратненько, немножечко. Это все подглаживаем. Вот хорошо. Ну а теперь у нас был создан новый материал. Давайте старый мы переименуем в Body. А вот этот новый удалим. Он нам не нужен. Мы просто скопируем материал Body, который уже настроен. И применим его к шерсти хвоста. Только здесь переименуем это все на Tail. Перебрасываем вот сюда. Материал применился. Теперь можем пустить все на рендер. Shift-R. И вот такой интересный результат мы получили. Это еще без освещения. Давайте добавим какое-то примитивное освещение. Я буду использовать из браузера Библиотек некую предустановку, которая называется Illumination. Вот, добавили ее. Опустимся вниз по настройках и я добавлю немножечко интенсивности. Приближаем. Нажимаем Shift-R. Пускаем все на рендер. Кстати, данный пресет вы сможете скачать по ссылке в описании. Вот такой реалистичный мех мы получили буквально за 10 минут. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал. Также буду благодарен за поддержку канала в виде комментариев и лайков. В общем, у меня все. Обучайтесь. Здравствуйте. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...